МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире телеканал о первой карагандинской новости. В студии Гульнур Жакин. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Место в детском саду можно получить только с боем. Такого мнения после общения с отделом образования придерживается житель города. Имя его дочери таинственным образом исчезло из списков. Почетные грамоты и благодарственные письма в профессиональный праздник. В карагандинской области чествовали строители. Здесь будет пляж не хуже, чем в Египте. Исполняющий обязанности главного архитектора Караганды рассказал о проекте благоустройства Федоровского водохранилища. Каждый ребенок имеет право на бесплатное дошкольное образование. Однако сегодня родители все чаще сталкиваются с нехваткой мест в детских садах. Один из жителей с большим трудом устроил ребенка в государственный детский сад. За два месяца до приема работники отдела образования заверили, что его дочь попадает на прием. Спустя еще месяц выясняется, что имени ребенка в списке нет. В непростой истории разбиралась Анель Шокарбек. Каждую весну и лето в коридорах отдела образования раздаются возмущения разраженных родителей. Не стал исключением и серикных метов. Три года назад у него родилась дочь. Один из первых вопросов на семейном совете – в какой детский сад она пойдет и когда. Дальновидный отец не тянул с постановкой на очередь. Сделал это сразу после рождения. Однако его чадо в садик вовремя не попало. Поставил три года назад ребенка свою на очередь и в феврале этого года обратился в отдел образования с подтверждением, что я подтверждаю, что мы не переехали, что мы 1 июня также намерены идти в садик. Также они подтвердили, что моя дочь стоит в очереди, 59-я, и 1 июня ее позовут в садик. Но в начале мая в сайте образования я обнаружил, что моей дочки нет в очереди. Родитель стал выяснять, в чем дело, и обратился к руководителю городского отдела образования Дулату Жикибаеву. Чиновник пояснил, вместо его дочери взяли льготников. Это дети военных, инвалидов, дети из социально уязвимых слоев населения. Серик Нагметов решил посмотреть список принятых детей и был крайне удивлен. На сайте написано, что такого-то года рождения, но этим детям всем не было трех лет даже. Я обратился к Жикибаеву, им нет трех лет, почему вы нарушаете права моего ребенка и других детей, так как эти дети не должны быть в садике до трех лет. На что он ответил, я ничего не могу сделать, обращайтесь в прокуратуру, хоть куда уже списки составлены. В прокуратуру Серик обратился. Там выясняется, что нарушения со стороны городского отдела образования есть. По результатам рассмотрения его обращения прокуратуры Актябрьского района города Караганды проведена проверка, по результатам которого выявлен ряд нарушений по очередности детей отделом образования. И в итоге внесена прокурорское реагирование. Проверка реализации проекта «Доступное дошкольное образование» продолжается. Также ситуацию пытается разрешить Совет по этике департамента по делам госслужбы. Но от комментария они отказываются, так как сейчас проводится служебная проверка. А это тот самый детский сад, в который должен был пойти ребенок возмущенного родителя. В начале июня сюда было направлено 75 детей. Дочь Серика Нагметова в любом случае попала бы в сад, говорит директор учреждения. К тому же с 1 июня до сентября подаются дополнительные заявки. То есть за это время выпускаются старшие дети и принимаются самые младшие. К слову, многим детям, которые были приняты в первую очередь, уже исполнилось 3 года этим летом, объясняет директор. «Дети принимаются на 2016-2017 учебный год согласно списку комплектования городского отдела образования. Охват детей 2013 года рождения 65. На сегодняшний день все группы у нас укомплектованы. 65 детей 2013 года рождения, из них 13 детей – льготники. Дети и льготники зачисляются на основании приказа МОНРК от 21 января 2016 года за номером 58. Дети и льготники». По словам директора, она лишь подает запрос на предоставление мест. Сам же список составляется отделом образования. Специалисты отдела считают, что в данном случае действовали в соответствии со стандартом. «При направлении детей учитываются еще дети льготной категории. В стандарте оказания государственных услуг эти дети указаны, что на право предоставления первоочередного места имеют дети из многодетных семей, дети военнослужащих, дети, находящиеся под опекой. То есть этот документ общедоступен, и тоже все родители могут с ним ознакомиться. То есть при предоставлении мест детям 13-го года рождения в первую очередь направляются все дети в льготные категории, обозначенные в очереди. То есть они могут даже ставить в конце очереди, но мы им обязаны предоставить место в первую очередь». Выходит, ребенок не попадает в детский сад вовремя по двум причинам. Поздняя постановка на очередь – льготники, они же – первоочередники. Ежегодно в Караганде рождаются тысячи детей, растут и очереди в детские сады. Но растет не только рождаемость, но и количество мигрирующих семей из сельских районов. Это говорит о том, что родителям следует ставить ребенка на очередь сразу после получения свидетельства о рождении. Однако в случае с Серикой Нагметовой и это не помогло. Его дочь все-таки взяли в детский сад, но и нервов на это было потрачено немало. Таких родителей в городе много. Проблема, с которой они сталкиваются, продолжается из года в год. Возможно, властям пора задуматься о строительстве сразу нескольких детских садов. Аней Шалкарбек, Жахсалык Нуртай, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. 14 августа в стране отмечается профессиональный праздник строителей. Вдающихся работников строительной отрасли чествовали в областном Акимате. Исполняющий обязанности Акима области Салбек Дюсюбаев вручил почетные грамоты и благодарственные письма. Он поблагодарил собравшихся за высокий профессионализм, трудолюбие и добросовестное отношение к своему делу. В торжественной обстановке лучшим строителям региона были вручены почетные грамоты и благодарственные письма Акима Карагандинской области. А также ведомственные награды отраслевых министерств. На сегодняшний день в области успешно выполняются поручения главы государства. Эффективно реализуются государственные программы. Такие как Нурлуй Жол, Дорожная карта занятости 2020, Дорожная карта бизнеса 2020 и многие другие, направленные на улучшение качества жизни граждан страны. Я уже повторюсь, запланирован на этот год, в будущий год, вы все об этом знаете. По социальному объему только 37 объектов в этом году. Мы строим большой объем в области. Из них 35 объектов в этом году будем сдавать. 4 школы должны в этом году из 5 издать, 2 издать, 2 издать, 2 издать, 2 издать, 2 издать. Мы составили в области план на ближайшие годы, вообще общую потребность к строительству объектов, мы вам ее представим в ближайшее время. То есть тот объем, который предстоит нам все вместе выполнить в ближайшие годы. Этот объем составляет на сегодня 113 объектов, 100 новых объектов по области. Это бассейны, садики, школы, в области здравоохранения объектов. Это 113 новых объектов в разных точках нашего города. Ассалбек Дюсибаев также отметил наградами строителей-дорожников, которые остались верны славным традициям отрасли и трудятся не покладая рук. В ответном слове работники строительной отрасли поблагодарили за оказанное внимание и заверили руководство области, что и дальше будут прикладывать свои усилия и опыт на благо развития нашей страны. Это не только награда за то, что ты уже сделал. И, естественно, это заслуженная награда, потому что люди действительно самоотверженно трудятся на стройках. Это как пела в одной песне, наша служба и опасная, и трудная. Можно сказать, что строительная работа – это тоже достаточно опасная, сложная работа. И то, что здесь трудятся люди, это уже был век. От имени всех дорожников поблагодарить областных руководителей за вот такой вклад, я ценю, в дорожное строительство. Дорожная отрасль развивается, вводятся новые объекты, новые конструкции. Спасибо вам всем большое за ваш труд, за все, что вы делаете для Казахстана, для города, для области. Так что, дай Бог вам всем здоровья, счастья и все хорошо. После торжественной части Асулбек Дюсибаев еще раз поздравил всех присутствующих с профессиональным праздником и поблагодарил за большой вклад в развитие строительства. В первую очередь, вам хочу пожелать вам рассказать, здоровье, семейное благополучие. Все мы работаем, в том числе и государственные служащие, на нашу родину, чтобы наша жизнь просветала, чтобы те, я даже сразу скажу, что примеское качество у нас было, чтобы на столетия строили, которые далекие веками, у нас материалы, машины позволяют, у нас камни, но, по крайней мере, чтобы те объекты, которые вы строите, которые вы ремонтируете, чтобы они столетиями простояли в Карагандинской области, они были гордостью. Асир Сазымбаев, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. В Карагандинском агротехническом колледже открыли Центр зеленых технологий. Организаторы ставят перед собой амбициозные задачи. Среди них обучение энергоэффективности, развитие органического сельского хозяйства, водосбережения и многое другое. На открытии Центра побывала Асель Сазымбаева. Первый аналогичный в стране Центр распространения знаний Народная Академия зеленых технологий был открыт в сентябре 2015 года в Акмолинской области, где на сегодняшний день опробируется более 20 зеленых технологий и организованы на постоянной основе обучающие тренинги для акимов сельских округов, руководителей социальных объектов и представителей сельского предпринимательства. Мы открываем филиал Центра развития знаний по развитию зеленых технологий. И открываем именно вот, почему именно в Карагандинской области. Карагандинская область, особенно департамент образования Карагандинской области, не на словах, а на деле занимается активным продвижением зеленых технологий. Мы находимся на территории Агротехнического колледжа. Агротехнический колледж является сейчас лидером по продвижению зеленых технологий. Поэтому я хочу выразить большую благодарность коллективу Агротехнического колледжа за то, что они поддержали нас, за то, что они согласились, дали свое согласие на открытие филиала Центра развития зеленых технологий. И после Карагандинской области мы планируем открывать филиалы во всех регионах нашей страны. Задача такая, до открытия выставки «Астана-экспо-2017» во всех регионах Казахстана открыть филиалы Центра развития знаний. Основными задачами открытия таких центров является обучение энергоэффективным технологиям на примере зеленых практик страны, демонстрация перспективности развития органического сельского хозяйства с применением зеленых технологий, а также тиражирование достигнутых результатов по стране в области малой энергетике, энергоэффективному отоплению и освещению, водособережению, туризму, утилизации отходов и другим направлениям. Примечательно, что открытие центра проходит в год 25-летней зависимости от Казахстана и в преддверии международной выставки «Астана-экспо-2017» и способствует привлечению надежных и успешных партнеров в нашу область. Развитие возобновляемых источников энергии, энергоэффективность жилищно-коммунального хозяйства в зеленом строительстве, органического сельского хозяйства, использование водного ресурсов и транзитного потенциала страны являются основными направлениями нашего партнера «Коалиция за зеленые экономики и развитие джиглобов». Потенциал этих направлений будет реализован через реализацию концепции по переходу республики Казахстана в зеленые экономики «Экспо-2017» в программу «Зеленый мост» площадки джиглобов. Все, кто будет обучаться в Академии по окончанию курсов, будут награждены сертификатами. Ученики будут проходить как теорию, так и практику, познавая новейшие технологии развития органического земледелия. Академия только набирает обороты, но сотрудники Академии уверены, что такого рода обучение наберет большую популярность. Асель Зазамбаева, Сломбеку, Спан Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Впереди небольшая реклама, а после мы продолжим выпуск. Оставайтесь с нами. По данным Департамента внутренних дел, большинство квартирных краж происходит путем проникновения через окно. Обычное пластиковое окно можно взломать меньше, чем за минуту и без особого шума. Компания «Галакси» рекомендует высокопрочные окна торговой марки «Галвин» и противовзломную фурнитуру «Форнакс», которые лишают грабителя возможности быстрого и бесшумного проникновения. Спрашивайте у изготовителей окон вашего города. Продолжаем выпуск. Благоустроенные пляжи мирового уровня появятся в акватории Федоровского водохранилища. Во всяком случае, об этом сообщили в отделе архитектуры. В Акимате Караганды утвердили проект детальной планировки юго-западного жилого района. Через несколько лет здесь появятся благоустроенные пляжи, детские водные аттракционы и многое другое. Именно такие планы вынашивают городские власти. В отделе архитектуры отметили, что в последнее время изменилась городостроительная ситуация. Принято решение территорию вокруг Федоровского водохранилища перенести из разряда производственной в разряд жилой зоны. 8 гектаров будет передано Карагандинскому управлению парков и скверов. Пять участков будут реализованы через аукционы. Вот только есть ограничения по строительству в водоохранной зоне. Значит, там есть две зоны. Водохранная полоса, на которую строить вообще нельзя, запрещено строительство, любое строительство. То есть там можно сделать чисто пляж. Лежаки там сделают, ротонды, беседки. А в водоохранной зоне возможно строительство из легких конструкций. Это что-то все означают, допустим, те же трубазы, то есть из деревянных срубов. Разработали, значит, не просто, допустим, дали участки. Это будут участие субъекты малого и среднего бизнеса. А вот так, возможно, через несколько лет будет выглядеть благоустроенное побережье. Этим проектом уже заинтересовались многие карагандинские предприниматели. Они готовы вкладывать деньги в летний отдых горожан. Примерный срок реализации проекта – пять лет. Главный архитектор уверен, что у карагандинцев появится альтернатива зарубежным курортам. Где-то, наверное, ну, лет через пять. Я думаю, мы не будем только ездить там. Какие-то там арабские эмираты там, или там Турцию, или Таиланд. В нынешнем году проведена большая работа по оформлению всех документов. Дело осталось за бизнесменами. От них теперь зависит, станет ли Федоровское водохранилище местной хургадой. Андрей Тенжик, Сылык-Нурта, Александр Царикедзе, Первый Карагандинский. Дороги в Караганде хорошие. К такому выводу пришли общественники и народные избранники во время рейда. По словам экспертов из комиссии партийного контроля, подрядчики работают добросовестно, укладываются в срок. Так ли это на самом деле, узнавала Аймамрина. Рабочих мало. Я в прошлый раз даже видела в пятницу. Какое количество рабочих у вас работает? Качество ремонтных работ оценивает комиссия партийного контроля. Глава комиссии, заместитель председателя областного филиала партии Нуротан Кадиша Успанова. Партийцы осмотрели три участка. Первым делом они проехались по улице Ленина до Поспелого. Поговорили с подрядчиком. По словам заместителя директора фирмы «Аградор» Юрия Мальчушкина, реконструкция здесь закончится в конце октября. У нас уже полностью закончен участок от бульвара Мира до площади Поспелого. Мы можем пройти посмотреть. Там уложен также у нас экспериментальный участок из пористомастичной асфальтобетонной смеси. Ее положили в Астане, в Алматы. Ее положили в Алматы. Ее уже повсеместно практически используют. Это новый вид асфальтобетона. Но мы тоже будем теперь наблюдать, как он себя проявит. Также он рассказал, что новое покрытие сделано в Казахстане. Его фирма не только укладывает асфальт, но и устанавливает бордюры, опоры освещения, наносит дорожную разметку. Участок перед кинотеатром Ленина в этом году будет снова перекрыт на ремонт. Работы продлятся весь сентябрь. Далее комиссия проверила готовность новой теплотрассы по проспекту Республика. На данном участке идет реализация программы Нурлыжол, замена теплосети. В целом теплосеть у нас идет протяженностью от магазина 12 месяцев до вот этого павильона по проспекту Республики. На сегодняшний день работы, связанные с монтажом теплотрассы и соответствующих отводов, неподвижных опор уже завершены. Объект передан дорожным организациям. Проводится в настоящее время обратная засыпка. Проспект откроют к 20 августа. Было заменено 76 погонных метров труб. Теплотрассу укладывали по новым технологиям, заверяет зам Акима. Трубы казахстанского производства. Примечательно, что данный участок в последний раз ремонтировали более 35 лет назад. Ну, что говорится, на века, конечно. На века, не на века, но гарантия 10 лет – это минимум. А улицу Язева подрядчики обещали открыть уже сегодня. Правда, разметку здесь нанесут позже, после укатки асфальта. Общественный транспорт будет запущен примерно через две недели. Здесь установлены 9 ливневок. Дорога расширена, продуманы парковки и автобусные карманы. Члены комиссии не нашли к чему придраться. Замечаний вот сейчас пока нет. Замечания, они в срок укладываются. Единственное, сейчас, я думаю, мы еще проверим. Сейчас мы проехали комиссионно. Нам подрядчик еще обеспечит материалы, сколько человек работает. Мы посмотрим, кто работает. Проверим еще по базе данных, на самом деле, есть ли пенсионные отчисления. А вот исполняющий обязанности Акима области Аслбек Дюсибаев нашел недостатки. На одном из совещаний он подверг жесткой критике работу дорожных предприятий и Акимата города. Дал поручения, большинство из которых основаны на негативных отзывах граждан. И озвучил амбициозные планы. Ремонт, выполненный в этом году, должен быть на века. Может, амбициозная задача, но надо закрыть тему дорогу в последующую подборку. Никаких новых дорог. Вот надо закрыть этот подборок и поставить его на текущий режим. Аем Амрина, Исламбек Успан, Александр Цирикидзе, Первый, Карагандинский. Два года вместе. 14 августа сотрудники Департамента государственных доходов отмечают профессиональный праздник. Ровно два года назад ведомство было реорганизовано и дополнено новыми функциями. В преддверии праздника в театре имени Сифулина подвели итоги и наградили лучших сотрудников. Слияние налогового таможенного департаментов и финансовой полиции в единое ведомство произошло ровно два года назад. Приказ об этом 6 августа подписал президент страны. С тех пор, по словам сотрудников департамента, их работа стала качественнее. Примером продуктивной деятельности стала Гульмира Вурамбаева. Она работает в налоговой с 2007 года. Сейчас руководит юридическим управлением. Гульмира признается, работать в налоговой она мечтала с детства. Сегодня ее наградили почетной грамотой министра финансов страны. В дальнейшем плане трудиться во благо государства, пополнять казну, бюджет. Ну и естественно, любой солдат мечтает стать генералом. Я также мечтаю достичь определенных высот именно в сфере органов государственных доходов. Своих подчиненных поздравил руководитель департамента Азамат Ахметов. Чиновник отметил, что за 7 месяцев текущего года в работе департамента достигнута положительная динамика. По итогам первого полугодия в государственный бюджет поступило больше 118 миллиардов тенге. Ваш труд требует особой ответственности и профессионализма, который вы несомненно проявляете в своей повседневной работе. В зале присутствуют наши ветераны, которые стояли у истоков становления налоговых и таможенных служб органов финансовой полиции. Вы своим добросовестным и многодетным трудом создавали, развивали и управляли в фискальном уровне страны. Глава департамента наградил отличившихся сотрудников. Празднование продолжилось с концертной программой. О новостях на сегодня все. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. И смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Амансов, волонстар.